Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя! В сегодняшнем обновлении мы посмотрим обновленную модельку, скажем так, сёдел и уздечек. Да-да, сегодня у нас обновление, которое ждали очень многие, это обновление амуниции. Именно сейчас мы будем смотреть, что изменилось, как изменилось. И начнем мы, пожалуй, с магазина лайфа, потому что у меня лайф. В этом магазине добавился какой-то новый предмет, и я еще не знаю какой, и мне очень интересно посмотреть на него. Ага, это брюки. Хм, кстати, брюки-то ничего, забираем, ну-ка, ну-кась, покажите мне эти брюки. О-о-о, ну-ка, если поближе. Удобная функция этой камеры, можно всегда поближе все рассмотреть. О-о-о, слушайте, ну знаете, мне даже нравится, как... О-о-о, вот эта детализация, просто шикарная детализация, даже... Какие кармашки задние. Ремень, просто супер, я в восторге. Пожалуй, я так и останусь, хотя несмотря на то, что у меня был специально подобранный комплект на сегодняшнее видео. Так, значит, начнем с того, что... Вот, мы уже посмотрели новый предмет в магазине лайфа, теперь пора посмотреть и новые седла. Так, лошадиное снаряжение летнего лагеря. Да, вот, именно здесь все это продается. Сейчас только мы сделаем поближе камеру, потому что у меня она обычно слегка отдалена от привычного, наверное, всем ракурса. Ну, точнее, вы поняли меня. Да, так. О-о-о, я так залагала-залагала... А, не, отлагала, все. Странно, нету, что тут камеры, с какой стороны было бы лучше посмотреть. Так, значит, что я могу сказать? Это самый шикарный пока что магазин, и я скажу почему. Он самый шикарный тем, что тут натуральных оттенков уздечки. Аллилуйя! Теперь, если ко мне в клуб будут добавляться люди, я им буду говорить, что смело покупайте уздечки в Морлэнде, именно вот, которые обновленные. Потому что, как бы, и моделька шик, и, как бы, моделька, качество и цвет. То есть, все, у меня даже теперь больше проблем с этим не будет. А, что-то я так залагала-залагала. Так, вот, все. Во! Да. Жалко, что нельзя приближать колесикам выше. Так, значит, нагавки по 30 ска. О, шикарные нагавочки, ребятушки! Я, наверное, скуплю все нагавки. Ну, знаете, я думаю, мы будем смотреть вначале... Мы же начинаем с седел, так вот, может быть, тогда и начнем именно с них. Так, значит, смотрим. У нас есть такое седло. О, боже, я не могу прикрутить его еще ближе, но мне... Просто я вижу всю эту детализацию. Конкурные седла, ребята. Нам пока что добавили только конкурные седла. Так, вот эту рыжую... Рыжего оттенка кожу я почему-то терпеть не могу. Не знаю почему. Не нравится. Потом вот такая вот. И заметьте, именно оттенок кожи. Не чисто коричневый, не чисто черный. А вот видно, что это, как бы, кожа. А просто кожа в каком-то конкретном оттенке. И это очень классно. Ой, я даже не знаю, как его покупать. Надо подумать. Так, ну ладно. Седло, значит, одно вот такое вот. Потом рыжего оттенка, коричневого. И черное. Черное. Ну, я думаю, я без вопросов возьму черное или коричневое. Я даже не знаю, потому что оно настолько натуральное и естественное, что я даже не знаю, как у оттенка выбрать. Так, давайте дальше. Нам добавили еще вальтрапы. Ой, боже мой, я их возьму все. Ёлки, они дорогие. Так, стоп. Каждое седло стоит 55. А, ну тут они по характеристике, кстати, отличаются. Но вот, самые лучшие седла, новые, они стоят 110 СК. Плюс еще вальтрапы по, значит, 45, 90, 90, 90. Я не понимаю, почему розовый самый плохой? Почему он не может быть самым лучшим? Ну, в общем, по 90. Так, уздечки. Значит, 6, 8 уздечек. Так, есть такое. Их добавили по два типа. То есть, как они там сказали. Папапапам. Папапапам. Уздечки. С нахрапником или без. Я почему читаю с сайта, потому что я не знаю тонких всех этих подробностей и понятий. Значит, есть нахрапником и без. И вот так вот каждая уздечка повторяется дважды. В цвет подседла. Ну, лично вот такие вот без нахрапника уздечки я покупаю, ну, в очень редких случаях. То есть, у меня, наверное, есть, наверное, в сумме 2-3 уздечки такого типа. Просто потому, что они в шикарном комплекте аммунии входят. Так, ну... Я, наверное... Я даже не знаю. Хотя, знаете, я, наверное, куплю... Все-таки уздечки и седло коричневого цвета. Потому что черных у меня завались. Целый рюкзак. Вот если я открою... Вот у меня тут... Вот раз и... Ну да, ну это другой комплект. Нагавочки. Ой, ну вот нагавочки. Это да, нагавки. Это... Нет, стоп. Тьфу. Это даже не нагавки, это бинты. Вы посмотрите. Это бинты называется. Вот что-то я не путаю. Ну, путаю, точнее, ну... Ну... Но потом стараюсь справляться. Да. Мне простительно, я не коник. К сожалению. В общем, такие нагавки... Бинты. Бинты, простите. Бинты очень классные. Я даже не знаю. Я бы хотела скупить их все, но это получится. У меня 120 СК за все это. Плюс еще уздечку 55. То есть 175 и 175. Плюс седло 110. 285. 285 СК. Сколько у меня? 285. Ну, вот я как раз сегодня думала. Либо купить себе что-то новое из обновления, или все-таки купить себе уход за лошадник, потому что в ССО я сейчас хочу опять сидеть намного чаще. А да, не забывайте, у нас еще вольтрапы по 9000 шиллингов. То бишь по 90 СК. То есть легко так эти вольтрапики не купишь. Это надо постараться. Это надо побегать по скачкам, чтобы столько заработать. Так, ну давайте все-таки купим. Тем более, что у нас тут добавили скачку. Я не знаю. Мне нравится черное. Классическое. А это какое? Классическое. Грецкого ореха. Черного дерева. Ну, знаете, кто не рискует, тут не живет. Все. Да, я беру, значит, я купила грецкого ореха. Значит, тоже грецкого ореха. Я возьму себе уздечку. Вольтрап. О, это вот с вольтрапиками жестокое. Ну-ка, а это какой у меня вольтрапик? Это что вообще за вольтрапик? А, это бененькие обычненькие. Это не то. Что-то пролагиваете. Тоже не то. Ну-у. Ой, мамочки, как сложно. Так, надо думать про нагавки. Нагавки. Какого цвета я хочу нагавки? Ну-у, елки. Знаете, с этим комплектом сочетается зеленый цвет. А, давайте зеленый. Я вообще, кстати, зеленый цвет так себе люблю, но сегодня... Да, скупаем. Скупаем, скупаем, скупаем. Так, и все-таки... Ну, ладно, останусь в этих брюках. Фикс-надо. В общем, вот такой классный, вот, допустим, комплект у нас вышел. Я бы хотела посмотреть, как он смотрится на Ахалтикинце, но пока что я не рискну его купить, потому что не все масти еще вышли, как вы помните, в трейлере. Точнее, не в трейлере, а на сайте Старстейблах намного больше мастей. Вышло пока что только три. Я еще жду, когда выйдут дополнительные масти, и уже решу, хочу ли я кого-то там или нет. Ну, слушайте, ну, слушайте, ну, слушайте, ну, слушайте, ну, классно, просто детализация, просто детализация, большего ничего не надо. Насколько классно. Вы ругаете разрабов? Ну, может быть, не вы, а кто-то еще ругает разрабов. Ну, да, с другой стороны, если бы их не ругали, они бы, наверное, ничего не делали. Ну, так что, я лично сейчас очень хвалю разрабов. Разрабы молодцы, постарались, вы просто посмотрите на это седло. Если кто-то из вас, из моих подписчиков, реально занимается конным спортом, скажите, пожалуйста, сколько баллов из десяти вы поставите за реализацию в Старстейбл данных, все, дел, ну, уздечки вроде бы простые, а вот именно все, дел, сколько вы баллов из десяти поставите. Так, в честь этого мероприятия, что вот у нас такие новые конкурные седла, ёлки, а ведь черный матовый тоже шикарно смотрится. Ну, ладно, купил уже грецкий орех, что поделать. Нам добавили тут на скачку до 12 июня Линды в честь конкура. Да, у нас Линда, оказывается, профессионал просто по конкуру. И, кстати, посмотрите, какой у нее фальтрап с седлом. Такого вы нигде не купите. И вообще, я заметила, что сейчас Старстейбл делает так, что если у персонажей появляется какая-то лошадь, то фиг вы ее купите, ее будет нигде, кроме как у этого данного игрового персонажа. Итак, давайте же пройдем это задание. Интересуешься конкуром? Тогда тебе повезло. Томас проводит специальную демонстрацию здесь, в конюшне Морланда. Если ты хочешь попробовать свои силы в конкуре, то я помогу организовать маршрут, соответствующий правилам этого вида спорта. Хоть мы и не будем ставить тебе оценки, но это даст тебе представление о профессиональном конкуре. Вот бы в манеже можно было бы просто, знаете, заниматься клубом. Не группой, а именно клубом. То есть вы заходите лично клубом, и вы сами выстраиваете себе маршрут. Мечта моя. Это моя мечта. Конечно, больше всего я в восторге от новых седел для конкура, созданных легендарным мастером Рексом Стемпера. Но их другое подходящее снаряжение ты найдешь в магазине снаряжения здесь, в Морланде. Наслаждайся демонстрацией. Если до этого тебя не интересовал конкурт, то возможно это станет твоим новым увлечением. Линда, что ты тут делаешь? Ты же не думаешь, что духовные наездники всегда сражаются со злом? Нужно сохранить баланс между работой и отдыхом. Нельзя спасать мир, если твоя жизнь сплошной стресс. Не так легко совмещать обязанности духовной наездницы, семью, школу, соревнования первых выездов, работая на баронессу, успевать смотреть любимые сериалы и читать комиксы, не говоря уже о романе, над которым я работаю, и общении с моей кошкой Мисте. И разумеется, у меня нет маховика времени. Если фанфики меня чему-то и научили, то это тому, что не стоит смешивать магию и путешествия во времени. Ничем хорошим это не кончится. Хм, умно. Так, эээ... Так. Ну, это всё, что ли? Всё задание? Получается, да? То есть нужно просто взять скачку. Ну, давай, посмотрим. Ух ты! Ух ты! Как классно! Все те, кто смотрели Хорсланд, меня поймут, что они сейчас увидели в голове какую картину. Эх, надо было другого ханя взять. Именно конкурс, но всё-таки уже тангоистковый. О, как классно! Ой, а можно эту гонку отсюда вообще не убирать? Пожалуйста! Я в неё влюбилась! Ну, вот не умеет Даша ровно на препятствие заходить. Кайф! Серьёзно, вот эти длинные препятствия в конце, как в настоящем конкуре. О, как это классно! Мне прям понравилось. Мне понравилось. Ну что, ребят, я скажу, что обновление реально вышло хорошим. По мне так. Мне очень нравится, как выглядит вообще вся эта детализация. Кстати, ну тут нету именно заданий на скачку, то есть эта скачка ничего не даёт. Тут всё так же гонка-блок, это все разные. Но именно скачка от Линды тут такой нет, это как-то... Ммм... Ммм... Давайте, кстати, посмотрим! Многие меня спрашивают, какие породы участвуют в конкуре. Этот вид спорта открыт для всех пород, хотя самые высокие породы наиболее популярны. Но даже пони могут с успехом участвовать в соревнованиях. Самое главное качество для лошади в конкуре – это храбрость. Ну, ладно, допустим, ответ... Ну, точнее, это и есть ответ. Так, эм... Что такое конкур? Мы знаем. Что такое особенно в новых сёлах? Давайте мы это узнаем, хотя я думаю, всем понятно. В соревнованиях под конкур или другим видом верховой езды, связанных с прыжками, таким как хантера или троеборью, важно иметь правильное снаряжение. Для этого вида спорта необходимо село с короткими стреминами и большим крылом для тесного контакта. Это нужно для сохранения баланса при прыжках. Вот как всегда, трактор, ты не вовремя едешь под моим окном. Аааа, сколько народу, и все стали тут перед Линдой. Пожалуйста. Давайте мы узнаем, как она вообще увлеклась этим видом спорта. Когда моя семья переехала на Юрвик, я до ужаса боялась лошадей. Я даже на пони на ярмарке не могла прокатиться. Только на свой десятый день рождения я, наконец, нашла в себе мужество учиться ехо в езде. Герман из конюшни Юрвика пообещал, что это будет просто и безопасно. Наверное, я прорастаралась и сама того не осознав, пустила лошадь голопом, и она перепрыгнула через забор загона. Мои бедные родители видели все это и наверняка подумали, что у меня будет травм, и я больше никогда не сяду в седло. Я действительно испугалась, но держалась крепко. Когда Герман нас догнал, я улыбалась, как никогда раньше. Я поняла, что не нужно позволять страху сдерживать себя. Его необходимо преодолеть, чтобы стать сильнее. После этого меня всегда тянуло к прыжкам. Только когда я нашла Метеорию, я начала думать о соревнованиях по конкуру. Я по натуре вовсе не склонна к соперничеству. Я просто хочу сравнить свои способности с другими. А все наградные ленты стали неожиданным бонусом. Ну да, кстати, очень мило. Но у нее такой, кстати, не особо конкурный конь, я думала. Я думала, знаете, просто для души. Я вообще не знала, что она конкуром занимается. Да, я про них комиксы не читала. В общем, значит, что в этом обновлении еще? Да, вот фанаты Спирита, кому он никогда не мешал, все. Можно пускать слезы. Те, кому мешал Спирит в игрушке, возрадуйтесь. Его убрали вместе с его девушками, которые продавали вещи из его магазина. Вы их больше не увидите. Я не понимаю, чем вам мешал вообще Спирит. Он вам так сильно мешал? Я не знаю. Я на него вообще не натыкалась в игрушке. Ну, наверное, несколько раз. И то, как бы, вы же просто видите этот ветерок с листочками, что, мол, здесь, недалеко ходит змея. Ну, нет, все-таки его убрали. Я даже не знаю, сколько надо было написать разработчикам, чтобы его вообще убрали из игры. Ну, мне лично это раздражает. Я буду скучать по тому, как Дикий Спирит гулял по нашим просторам. Ну, я слишком привыкла, что он функционально ходит. Так, надо, кстати, вернуть настройки в изначальное состояние, а то у меня глаза уже режут. Да, вот, вот, вот так, идеально. Значит, у нас на этой неделе ярмарка лошадей, старых и древних лошадей, проходит в рыбацком поселке Западного острова. Так что, если хотите приобрести себе какой-нибудь из старых моделек лошадок, то вам прямиком туда, если у вас, конечно же, открыта осень. Потому что она там открывается с 16-го, что ли, уровня по заданиям. Да. Кстати, хочу сказать, что те, кто не знают, не читал информацию на сайте или в других социальных источниках, данные седла нельзя одевать на лошадей старых моделек. Кстати, именно это мы сейчас и проверим. Я купила седло, я купила уздечку. Разработчики нас уверяют, что данную амуницию нельзя надевать на лошадей первого поколения. То бишь, это очень старые модельки. Их можно надевать на модельки, по-моему, второго или третьего поколения. Но третьего поколения точно. Это англичане, мустанги, хаффлингеры, морганы, кажется так. А вот все остальные мне сейчас интересно. Причем я хочу даже проверить, попадает ли под эту категорию вальтрап. У меня есть несколько лошадей старых моделек. Давайте же попробуем несколько категорий. Значит, самый старый мы, наверное, возьмем... Кого бы все? Я даже не знаю. Ну, давайте возьмем старого арабчика. Потом мы возьмем, значит, модельку началки. Вот у меня кто-то сколько? Несколько случилось, что... Так, а где? Не, ну, в смысле, я увидела нескольких... О, да, вот еще проверим его. И мустанга. Пока что мы проверим этих ребят. Подождите, мне просто интересно, куда я делала своих... Раз, два. Да не может быть. У меня было больше начальных лошадей. Или что-то попало. Я не люблю забывать, какие лошади у меня есть, каких нет, но иногда это раздражает. Хм, странно. Ну ладно. О, мы еще, кстати, проверим, как данная амуниция сидит на пони. На новых пони. И еще на пони, чем котик. Ну, точнее, на пони, чем котик и на юнотик. Вот, мы еще на пони. Все, весь комплект сейчас проверим на всех сразу. Так, вот моделька лошади из первого поколения. Мы сейчас проверим. Что будет, если мы попытаемся одеть на него? Опа-на! Смотрите, действительно, оно просто невидимо. То есть, вы можете одевать седло на лошадей первого поколения, но вы просто его не увидите. Оно просто исчезнет. Так, ну даже одевать, я думаю, не придется. Просто будем делать вот так. Будем подходить, нажимать на имя лошади. Значит, с узечками все нормально. Вот, вот здесь седло видно. Все нормально. Так, мои любимые мустанги. Давайте посмотрим. На ласта они тоже стопроцентно сидят, но нам же нужно проверить все. Так, значит, я... Ай, я голову прикрыла, значит, уздечка. Ммм, кстати, шкаф. Ну, хотя на мустангах не всегда нравится, как уздечки сидят. Седло. Кстати, тоже неплохо сидит. Так, проверили. Теперь посмотрим, как данный комплект целиком смотрится на поняшах. На первых и на вторых. Вот, давайте я даже сяду. Пам, пам, пам. Так, уздечку мне, будьте любезны, пожалуйста, верните, а. Иногда бывает такой заглюк. Во, все. Ну что, тоже, кстати, неплохо. Очень классно даже, я бы сказала, на чинкотик смотрится данный комплект. Да, очень классно. Так, папа, папа, теперь мы с тебя, малышку, все это снимаем. И посмотрим, как это выглядит на поняшах юрбинских. То есть еще более маленькие, еще более пузатенькие. Здравствуй, Spirit Angel. Давно не виделись, очень давно, все равно не виделись. Так, самое время проверить. Так, пам, пам. Вот что бывает, когда быстро одеваешь амуницию. Она может просто не появиться. Так, 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 так. Ой, ну слушайте, и на поняшах классно смотрится. Да, очень даже ничего. Смотрите, классно. Классно сидит и смотрится на юрбинской поняхе. В таком снаряжении даже и на выездку на пони не стыдно приехать. Классно выглядит. Не ожидала я, кстати. Я вообще об этом не задумывалась, пока вот прямо сейчас не решила этот факт проверить, что висеры на маленьких лошадках это может выглядеть как-то иначе. Да, ну очень интересно, очень интересно. О, точно, точно, я хотела проверить, как это выглядит на одной из своих древних лошадей. Это на моем когда-тошнем спортивном фризе, именно для скачек. Ну, мы просто посмотрим, как на нем смотрится. Потому что, согласитесь, у фризов особенное телосложение с шеей. Ну, кстати, тоже классно. И я думаю, последнее, на чем мы остановимся, на чем мы вообще закончим это долгое видео, это на проверке, как сидит данное снаряжение на северо-шведах. Так, ну, учитывая то, что Зюня у меня, в принципе, темная, я не знаю, сливаться с ней будет? Нет, не будет. Зюнька, здрасте, давно не виделись. Давай-ка, мы на тебя сядем. Мы на тебя сядем. Жалко, что на шведах все-таки нагавки не видны, хотя, ну, и бинты даже. Хотя можно их просто намотать в лохматушек. Так, бам-бам. О-о-о-о. Ё-ой, да мы с тобой можем и на конкур пойти, если ты захочешь. Мне интересно, как будут выглядеть выездковые седла. Потому что я лично на тиражиках никогда не поеду в конкур. Я возьму другого коня и поеду на нем в конкур. Но вот тиражика я возьму только на выездку максимум. Ну, точнее, только на выездку, ну, или на прогулки по пересеченной местности. Классно. То есть, несмотря на то, что это конкурное седло, оно смотрится вообще шикарно. Мне нравится. В общем, спасибо, что вы были в этом видео. Наслаждайтесь вместе со мной и со всеми теми, кто может купить себе данную амуницию. Потому что амуниция реально шикарная. Просто разработчики постарались на славу. Я лично нисколько не жалею, что потратила, сколько там, 200 с чем-то СК на целый комплект. В будущем я еще куплю другие цвета данной амуниции. К примеру, черный или там еще другой цвет. Может быть, даже рискну и на рыжий. Кто знает, кто знает. В общем, с вами была сегодня я, Данали. И просто куча моих лошадей, на которых мы проверяли, как смотрится данный комплект. Не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И счастливых тренировок! Субтитры подогнал «Симон»!